привет мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске хотел сказать но нет вот смотрю я на свой канал youtube и понимаю что последнее видео было выпущено выставлено 12 июля на дворе у нас есть я не ошибаюсь 30 и чтобы не подумали куда пропал блин непривычно для меня записывать такие видео я обычно от руки люблю шарашить но камера моя чуть с ней со звуком что-то не то и плюс она еще тут протерлась она больше не водонепроницаемая хотел купить новую но увидел что в октябре выйдет 11 версия зачем сейчас покупать десятую вот и собственно говоря к чему это все начал мы таки летим в европу ура 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 ну давайте начнем с гавайев вот я закончил гавайи последний выпуск как я уже сказал 12 и я там рассказывал что мы еще и в пенсильванию полетим и мы полетим в северную каролину до должны были но случилось то что собственно говоря случилось мы прилетели из гавайев домой пробыли дома четыре дня и полетели сан-диего на буквально три дня что-то такое но всей семьей я маша и дети кошки остались дома пробыли мы дня три и выяснилось что было бы круто если бы маша осталась сан-диего на две недели мы такие ого я на самолет следующим рейсом домой беру кошек сажаю свою машину и я 7 утра вылетел и в 7 вечера я уже был сан-диего обратно мы ехали троем я мия сьерра он кстати пиявка серая доехали троем долетели кошки почти не буянили если можно так сказать что еще а ну вот три недели мы сидели в сан-диего сняли жилье маша работала весь день уезжала с утра на работу где-то часам к пяти возвращалась я с пиявками был после работы иногда гуляли выходные гуляли и все такое и в любом случае в пенсильванию и в северную каролину у нас так и не не то что не получилось а зачем раз маша уже все дела условно в сан-диего в этом разрулила и как-то как я уже сказал 12 июня 12 июля меня не было а на самом деле знаете где где мы только не были тут по местному во первых у меня были stories вот к чему это я все ребятки переходите в инстаграм там каждый день выкладываю статусы иногда до 100 stories в день оказывается больше ста нельзя он стирает первый когда записывает 101 соответственно 102 стирает 2 так что мне даже один раз такое было пришлось один день разбить на два дня то есть вот все что я сделал на этом около 150 stories в отцеп их выкладываю для родни в инсту для собственно говоря для подписчиков вот такие вот stories обыденности где мы там сегодня например ездили в на point lobos и это тоже уже в инсте сразу же так с любого путешествия youtube youtube я монтирую это где-то через там день два три бывает через неделю но что так ролики выходили в инсте каждый день вот как съездили сразу же интернет же всегда со мной то есть вот мы пошли на хайк в инсте уже мы пошли на хайк но там все вкратце на ютюбе все таки весь выпуск к чему это я опять вернемся опять заболтался блин реально непривычно вот обычно болтаешь на гупро болтаешь болтаешь потом садишься монтируешь что-то вырезаю чуть не вырезаешь а тут получается разговариваю на камеру смотрю на экран я хотел сказать вот забыл опять подписывайтесь на на мой инстаграм где мы были после этого всего мы ездили в мендосино сняли домик на два дня квартирку офигенно отдохнули спасались от жары здесь по месту постоянно катаемся я не знаю то мы ездили в сам франциско потом мы ездили на аламеду потом big farm island там тоже недалеко короче здесь по месту сан рамон дэнвилл буквально вчера позавчера так что все там и опять к чему это я все вот эту вот прелесть я игру что мы в германию летим вот мы летим в германию 12 августа по 12 сентября собственно говоря сейчас я хочу рассказать коротко весь наш план что мы там будем делать как мы там будем делать и и зачем вообще мы туда летим и вот эту вот малышку я брать не буду и выпусков оттуда целый месяц забегу наперед будет германия будет швейцария будет почти две недели тур по италии по италии белья италия вот и этого не будет на ютюбе даже если бы камера работала так как она должна работать в силу обстоятельств маша не в отпуске и поэтому работу никто не отменял у меня просто тупо не будет времени монтировать или же я буду монтировать но когда я буду заниматься детьми пока мамаша будет работать кстати едет моя мама теща вот теща прилетает из россии мы прилетаем в германию к маме арендуем машинку и едем но это я сейчас все расскажу где как почему и зачем почему мы летим германию у нас заканчивается виза вернее она уже закончилась но мы получили новый статус у маши теперь h1 у меня h4 я не могу работать ну и во время я все равно с детьми дома сижу но чтобы у нас виза просроченная там еще стоит у маши l1 у меня l2 то есть в штатах мы можем находиться все нормально у нас статус как бы есть если проверят те кому это нафиг надо если проверят у нас где-то по бумажке но в паспорте то этого нет и чтобы это сделать это должно должно сделать американское посольство на территории страны хозяйки то есть нашем случае в германии и первая страна куда мы можем не выездные были из-за этого не в мексику не в канаду сначала коронавирус потом виза истекла последние три года мы никуда не выезжали за границу все здесь по штатам по штатам теперь получается летим в германию отдаем наши паспорта и сидим в европе ибо у нас есть европейские айди по европе мы в германии мы не ограничены можем кататься по европе собственно говоря швейцария австрия и италия вот поедем колесить давайте начнем вот маруся составила travel пленника чтобы понимали это маша пить его тут 11 число 12 и понеслась все расписано по часам вот видите например как здесь санта маргарита бич 20 минут там люка какой-то час 36 флоренция час 05 это между городами сколько их но давайте самого начала начнем начнем мы с того что 12 августа вернее 11 августа мы отсюда вылетаем вот отправляемся из сан-франциско в 13 40 и соответственно 12 августа мы прилетаем в мюнхен вот мы прилетаем в 9 40 теща прилетает из москвы через турцию летит в стамбул там по моему нее два или шесть часов пересадка что-то не помню и она также летит в мюнхен прилетаем в одно время встречаем тещу вернее она нас хотя нет все таки мы ее теща заблудится где-нибудь не первый раз вот в любом случае мы как-то коллаборируемся как-то встречаемся и идем получать машинку у нас девяти местный бус что-то вроде volkswagen t6 или similar как они говорят какая он знает если вот если так уж глобально вдаваться в любом случае в мюнхене мы все до собираемся где-то часов 10 одну машину заберем и сразу же едем в мюнхен чтобы отослать наши паспорта отдаем в посольство чтобы надеемся они за месяц успеют нам поменять визу ибо паспорта мы дадим все если они будут делать два месяца три месяца 4 месяца все может быть паспортов нет обратно в штаты не улетим ништяк тогда придется просить знакомых что пришли домой котят упаковали и прислали нам в германию надеюсь до этого не дойдет так начинаем что 13 12 августа мы приезжаем фондорф к родственникам я думаю мы где-то будем там часов в не знаю часам к обеду родственники придут дети все хотят посмотреть никто их не видел кроме мамы тещу тоже кстати не видела внуков мы там посидим и я вечером с ночевкой каким там я их три года не видел банька пиво соответственно все дела на следующий день вернусь вот 12 это уже это все мы прилетели 13 числа я возвращаюсь от друзей и мы едем на дачу к нам и все мои родственники все-все-все приезжает и мы весь день всю субботу 13 сидим тупо на даче жарим шашлыки веселимся травим анекдоты шутим шутки и короче наслаждаемся объединением семьи так сказать вот 14 но не знаю может быть время сборка смотаемся скорее всего да скорее всего да потом у нас 15 это что у нас понедельник соответственно маруся работает из-за разницы во времени из-за разницы во времени маша будет работать с 5 вечера и до победного ну до победного это до 12 соответственно начал будет работать выходные но без митингов без ничего просто доделывать модель чтобы опять же уместить время ну как бы идти вечера чтобы не до трех до двух ночи работать от только до 12 вот соответственно понедельник что мы делаем мы едем во фрайбург где мы проживем около четыре дня по моему не совсем по фрайбург а в бодкротце местные знают где это минут 15 на машине ехать ибо во фрайбурге ну цены просто космос я в одном из статусов на гавайях говорил что нам за четыре ночи около двух с половиной тысяч стала бы самая дешевая комнатка в окрестностях фрайбурга именно в самой черте фрайбурга ибо нас четыре взрослых и двое детей и это как-то знаете две с половиной тысячи за четыре дня мы с машей офигенную квартиру снимали пока жили во фрайбурге она стоила 1000 евро в месяц тысячу и это как бы не самое дешевое жилье в не в одном из лучших районов фрайбурга спальный район тишина спокойствие чистота красота а тут две с половиной за четыре дня нифига себе сказал бы я вот и говорю поэтому живем в откроцении всего лишь за 500 долларов офигенная альтернатива я сам нашел я счастлива маша горит ну найди дешевле я нашел молодец я молодец правильно вот понедельник что мы делаем в понедельник мы приезжаем во фрайбург вот у маши написано пять часов ехать соответственно зависимости от того во сколько выйдем я думаю даже если мы в 10 выйдем приедем там после обеда сразу во фрайбург машина на вокзале паркуем и гуляем в понедельник вот потом возвращаемся к шести в откроцении собственно грязи заселяемся детей усыпляют и я к друзьям понедельник просто по городу выходить у маши митинги иначе бы она со мной поехала вторник мы едем чем на здесь вот ночь в откроцении под кровь с ними не видно сразу 15 должна 16 16 на 17 18 18 на 19 16 у маши это у нас вторник да да написано branch with friends и шварцвальд altogether но это не совсем так я сейчас только что обсудили что вторник мы едем в базы просто гуляем по швейцарии наслаждаемся городом ибо базы мы любим если не сан-франциско мы уже почти переехали в базы мы уже сдали наше жилье во фрайбурге искали квартиру а потом бац машин говорит базы отменяется едем сан-франциско игру задницу базы прям так сказал сан-франциско рулит на самом деле вот среда вот среда мы встречаемся на бранж с друзьями все кто во фрайбурге и в окрестностях окрестностей это получается аж 130 километров туда на карсруи и прилегающие карсруи территории знакомый даже ром приедет из цюриха вот остальные фрайбургские местные брать с друзьями ибо бранч мы будем с мамами на завтрак придем и с мелкими чтобы кто может но как бы мы детей видеть ибо мы потом встречаемся в 7 вечера на посиделки с друзьями а дети уже спят и друзья если хотят увидеть детей они придут на бранч то есть они хотят они придут вот так вот сделали четверг базы но нет уже не базы как вы видите вот здесь вот среда средам с друзьями четверг мы идем на хайк в шварцвальде вот с марусей 100 лет мы не хайкали там я вообще не хайкал я что время коллега сидел после трех операций на колено а марусь там все уже гуляла все что можно вот походим четверг у нас мамы скид сверху да маму с тещей оставим во фрайбурге шоппинговый день устроит пускай шопятся а мы с марусей поедем в поедем хайкать и с детьми кстати кенгурятник дети мы покажем что такое шварцвальд шварцвальд на самом деле это круто и тут собственно говоря пятница 19 число начинается наше путешествие вот карта карта гласит карта гласит карта гласит вот мы выезжаем из фрайбурга базель берн это все цурия швейцария аляута брун тут мы италия заезжаем бавена едем до гену я просто пробегусь потом поподробнее потом у нас флоренция потом у нас резо потом у нас сан марину мы обязательно заедем где-то вот ревена недалеко от риме не тоже будем жить балонию мы как-то пропускаем просто раз были мне не очень зашло а тут да и как-то не по пути но и не баллония цель венеция падуя верона и здесь уже у нас что здесь горы озера ночуем здесь последнюю ночь и собственно говоря уже с последней ночи через инсбрук через мюнхен обратно через регенсбург вот сюда вот здесь вот находится мой швандорф родимый вот он городок с населением 20 чем-то тысяч 30 тип такого ну давайте поподробней карту мы вернем назад главное ничего не изменить эту мару с меня повесит если скажет так а почему мы этой дорогой поехали потому что она раздала мне файл и я его могу не только читать я его могу изменять не дай бог дальше что вот у нас понеслась фрайбург берн как видите ехать нам 1 час и 50 минут там чуть-чуть гуляем или дату на едем два часа там гуляем или пересадка а два часа это значит надо детей вытащить с креселка немножко размять ибо нифига не так долго там сидеть позвоночник чтобы у них затек ляута брунен офигенная деревушка мы там точно гуляем вот после пересадки после как размяли детей да и сами размялись туалет сходили кофеек выпили еще 55 минут ляута брунен офигенная деревня озера лазурные уася чуть не сказал кругом горы швейцарский альпийский воздух коровки мелко прям фиолетовый отвечаю просто поэтому я говорю инстаграм там все будет на ютюбе этого не будет очень жаль но как я уже сказал силу обстоятельств нет возможности у меня не не снимать не монтировать машина у нас будет ручка не пулемет нифига а маруся на ручке не ездила учить ее ну как бы там еще дети и теща с мамой не не надо я лучше сам вот дальше из ляута брунена мы что делаем вот у нас хайк ляута брунен ту трумель бах фоллс водопады офигеннейшие все будет вот 2 и 2 мили ванвей нифига не луп и потом ехать еще до что этом 50 минут там же ночуем вот airbnb у нас о даже можно посмотреть где мы ночевать будем нет нельзя потому что надо залогиниться логиниться я не хочу обманул значит не будем смотреть так маруся тут же написала еще можно отменить его до 18 августа ладно просыпаемся субботу 20 едем час тридцать до брига бриг замечательный городок очень люблю не знаю будем там гулять или не будем но скорее всего все будет все будет потом едем добави на еще час 30 через симплан пас очередь швейцарский перевал ребятки если не ошибаюсь это перевал суворова там где на высоте две или три тысячи метров брусчатка лежит если это он instagram не забывайте где все можно будет увидеть потом мы живем в бавена все он уже подтвердили его нельзя отменить да это на букинге все нормально потом с бавена едем в навара час из навара в генуа два часа боже как я люблю генуа первый раз был мне не зашло второй раз я понял что слушайте а генуа не так уж и плохо его час третий раз мы туда поедем я просто офигею мне очень понравилось не знаете как лондон я раз раза два наверно там был что мне вообще никак не заходил а потом как понеслось в бостон поехали я понял что бостон это лондон и я понял как я люблю лондон париж париж мне наверно раз раза с пятого зашел венеция раза с третьего ну как-то поначалу может погода чуть не то было или этом не знаю что-то не то съел не зашло я не знаю как-то кто-то мне анекдот не смешной рассказал как-то что-то пошло поехало уже самого начала у нас не заладилось а потом постепенно так же здесь дальше что понедельник из генуа выезжаем камоли санта маргарита пляж потом люка и флоренция собственно говоря флоренция во флоренции мы живем раз флоренция два флоренция три флоренция четыре флоренции и только на пятый день уезжаем и вот тут то начинается веселье во флоренцию прилетает андрюха с олей и сыном сын у них родился где-то месяца на 3-4 позже наших и андрюха очень хороший наш приятель он вместе с маруси в универе учился живут они в хельсинки и они прилетают туда и мы вместе тусим дней восемь наверное вот самой флоренции четыре дня мы живем во флоренции в одних и тех же апартаментах с утра мы тусим по городу музей там уфицы муфицы там пиццы фигицы все везде гуляем все везде смотрим с утречка вот как проснулись и до пяти потому что не забываем машины в отпуске работу никто не отменял в 5 ваш садится работать мы чуть придумаем один день маш мама дома сидит с детьми когда они все них уложено на караули пока маша работает я с тещей в городе там в ресторанте сходим другой день теща с детьми я с мамой схожу в ресторанте если так сказать и теща с мамой дома посидит а я с андрюхой соли схожу в ресторанте вот или с маруси если у нее прям там митинга не будет мы чуть придумал его случае днем мы как это как совы днем гуляем ночью летаем прохожих пугаем вот это четыре дня во флоренции покидаем мы флоренцию получается на четверг 25 августа и едем мы в панза но рада сан джиммиграна ночь здесь живем это вообще где у нас флоренция сан джиммиграна давайте посмотрим где это находится у нас так флоренция отсюда выезжаем сан джиммиграна реза реза мы приезжали реза нет реза будет другом реза будет вот он сам джиммиграна где-то должно быть здесь вот это джованни где-то вот в этом вот районе так дальше из этого сан джиммиграна мы будем ночевать уже в сиене сиена ребята где она у нас тут сиена почему маруси она просто не отмечена крупный город она она тут видны точечки передвигала потому что он видимо тянул другой дорогой любом случае сиена боже мой какая там площадь какая красота мы там один раз были чисто случайно заехали и как офигелище с димой в то время когда мы по таскане заезд сделали кстати таскана это же вайн тестинг боже мой я здесь в калифорнии еще ни разу не ходил на вайн тестинг обязательно это сделаю в таскане дальше что у нас сан-марино мы заедем обязательно сан-марино это княжество на берегу адриатики если не шлася дряхи к этому адриатика вот дальше что у нас венеция мы пребываем венецию в это время андрюха это получается андрей когда при 29 число андрей прилетает во флоренцию мы встречаемся 20 23 а 29 мы прощаемся получается 6 дней потому что они из флоры из венеции улетают и они хотят на гардозе и глупо было бы вот такие вот пируэты выполнять треугольниками там кататься поэтому они едут на гардозе там тусят а потом едут в венецию и улетает мы же едем венецию а потом на гардозе навряд ли мы на гардозе пересечемся хотя я точный маршрут не знаю андрюхи но в любом случае вот мы едем венецию там где-то мы под венеции где это потерял вот венеция мы где-то в венеции собственно говоря и ночуем но не на острове она самой материковой части венеции вот там я кстати еще тоже ни разу не был потом у нас венеция падла что у нас здесь до падла потом а где мы верону вообще заедем где у нас верона верона вот она падая она после падла будет до падла вот верона собственно говоря да и гардозе и ночуем мы уже на гарда у нас кстати будет море в пацан марину у нас будет гарда и у нас будет еще какие-то озера тоже в италии озера и в швейцарии по моему себя не ошибаюсь так что там много чего будет интересного дальше что у нас здесь гарда ривера трэнта бальзана альпадис висну швейцарской это конечно все хорошо 1 сентября заметьте уже старта прилетели 12 августа вот и получается что 2 сентября мы что делаем но тут много чего перевала через швейцарию получается . потом ой ночь ночь 2 со 2 на 3 но с 3 на 4 мой как хорошо здесь и 4 мы заканчиваем получается вот у нас брунек да в брунеке ночуем нет прагсер вальдзе вот и оттуда уже вот 4 сентября нам ехать до самого швандорфа это 6 часов 5 минут 457 километров но тут у машины вот всякие хайки будут вот озеро еще искупаться если чё в инсбруке прогуляться чтобы не просто ну как бы 6 часов пилить нифига себе в любом случае смотрите 5 мы приезжаем швандорф у маруси ведь сразу ворк 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 даю кей маша в лондон полетит ибо у них филиал есть там в лондоне вот полетит маша да не только маша я еще и подбил колянчика с викторией вот и они тоже полетят со мной то есть маша летит в лондон пересаживается но берет поезд такси и не раскрыть все такси и едет в принстон у них там филиал а я же планирую остаться в лондоне я просто тупо соскучился по лондону я понял что был в бостоне как я люблю лондон сколько раз я был в лондоне не испытывал как я уже говорил к нему таких чувств а тут прям захотелось по пабам пройтись в музей сходить таурский мост прокатиться по тем за да там протекает по моему если не ошибаюсь вот ну просто погулять подышать кстати это же будет первый раз когда я можно так сказать смогу по-английски коммуницировать с жителями лондона ламда на не говорят они лондон где мой знакомый вот собственно говоря колян с кем я полечу он говорит вообще лондон и все тут притом знает что лондон нет он говорит мы в лондон полетим игроками лондон они говорят лондон но полетим значит в лондон вот и потом 9 но это на чисто на одну ночь с утра улетел весь день там протусил переночевал и где-то к обеду улетел ибо дети останутся с мамой и с тещей маша работает сережа кутит вот и возвращаемся в швандорф девятому швандорфе десятого швандорфе 12 улетаем обратно в штаты надеюсь нам паспорта к этому времени вернут с визами и знаете что будет что произойдет как только мы получим паспорта мышка с цепи сорвемся сразу начнем планирует новогоднее путешествие наше новогоднее путешествие ух ну все может быть но я за мексику или таиланд вот надо марусю подбить куда-нибудь ну чтобы на новый год взять маму взять тёщу толпой они с детьми мы с марусей в подводный мир но это видно будет еще может и дома останемся в конце концов посмотрим но в любом случае начнем планировать у нас только в планах а и самому же выездные у нас будет виза мы можем выезжать заезжать уезжать опять возвращаться канада коста-рика гондурас мексика как по перу чили аргентина бразилия все запланировано южная америка все карибский бассейн все короче а катаем в планах мы знаем у мужика с усами у него тоже в планах много чего было но не судьба так и у нас тоже может все рухнуть медным тазом накрыться так сказать вот я и рассказал наш план что нас ждет так что не забываем подписываемся на инстаграм и смотрим я до 100 статусов в день до 100 stories буду выставлять будете в курсе где мы как мы и вот такое вот а в сентябре я обязательно такую штучку куплю и как только мы вернемся я уже на новую гопро 11 начну снимать контент будем я как уже сказал колесить здесь тоже по месту хух и но если по месту по штатам я имею ввиду такие дела получается уже вот ролик выйдет на днях куда мы еще завтра мы в санта-круз едем но это уже в прошлом когда вы посмотрели это видео а потом у нас получается года мы сан-франциско съездим это все вообще котятки детятки у меня каждый день на канале в stories так что давайте подписывайтесь чтобы быть в курсе где я то я сейчас говорю посмотрел вот смотрите опять возвращаемся на youtube 12 июля но нифига себе те кто меня смотрят с тех с тех с тех пор я действительно могу гордиться тем что на протяжении с 2000 условно 13 года каждый раз у меня между выпусками не было паузы больше чем два-три дня представляете стрина на протяжении 9-10 лет конечно там было где я не знаю я после операции неделю я не не мог никуда там выбраться но тем не менее у меня-то выпуски раньше ого-го были по часу и по два и потом я думаю ладно сжались я над подписчиками буду коротенькие выпуски с одного города там раз коротенький с другого города два чтобы не все потому что у нас бывает в день по три по четыре города маленькие такие там есть что поделать еще посмотреть я думаю вот в один день мы были а уже из этого дня три-четыре выпуска вот так вот и накладывалось были были времена когда мы условно съездили в давайте к примеру скажем во францию по долине луар замки смотрели и как бы путешествие было в неделю она уже мы уже оттуда приехали выпуски только начинали выходить а мы уже и швейцарии побывали в амстердам слетали и в брюссель и она потом максимум что у меня было я торчал три месяца то есть у меня ролик выходил но это событие уже произошло три месяца назад не очень комильфо например да новогодний выпуск выпускать в марте болин он нужен был в январе в марте а я не могу перепрыгнуть внешка хронология это это вот прям пунктик мой все должно выпуск за выпуском выходить так что в инстаграм кстати хронология не хромает вот сегодня вот сейчас мы только были в point low bass pacific grove где-то stories 20 наверно записал все по теме все красиво все рассказал все показал замечательно так что видите это же просто красота это же просто красота заезд по италии боже мой как я соскучился по италии моя любимая еда моему язык как я люблю это белиссимо итальяна я как заезжая сразу соната деско венго дали германия мама митя до сервеса нет подождите до сервеса спор фавор это уже на испанском в любом случае давайте мне как у них там два биро марте и пиццу огромную квадро формате вот я же буду пить надо кстати перед тем как в италию поем в германии полетим я встану на весы мы это все запечатлением вернусь еще раз стану на весы и посмотрим сколько я на свое пузо пицца понаил но все по сути что еще дальше разглагольствовать нифига себе хотел на 5 минут записать 33 минуты разглагольствования вот вы сами видите какая красота нас ожидает instagram смотрите не пожалеете